итак продолжаем делать массаж ног значит сделали первую зону вторую зону переходим к икроножным мышцам до 3 зона и в каждой следующей зоне у нас включаются и предыдущие зоны тоже как вы уже заметили значит мы стояли вот так вот раздвинулись место крепления сухожилий до размяли вот такими ножницами сначала здесь 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 пальчики получили один сверху 2 сверху и сверху и перешли на всю крану мышцу растягивать целиком и опять же делим условно на две половины внутренняя медиальная внешнолатеральная отдельно ладонями и пальцами подхватываем снизу по голени вверх идем до пальчиков медленно эротично в этот момент одна рука остается внутренняя которая медиальная под щиколоткой а вторая за ахиллы сухожилия захватывают вот так тут он должен лежать между двумя холмами ладони вот мы расшатываем пятку видите как ахилла сухожилия растягиваем теперь ахилла сухожилия это рукой зажали медиальной рукой натянули его за пятку да а вот этими костяшками пальцев обняли его и массируем таким роликом дальше ролик поехал вверх смыкается в кулак всем кулаком видим вверх выше 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 тут не жмем пропускаем эту зону потом опять может посильнее а вторая рука догоняет и захват делает загольный с той стороны если уперся в седальщину кость а здесь уперся в пятку с этой стороны у полосу стопы захватывать видите могу натягиваю тут есть точки акупунктурные тут точки долголетия считается вот где большая берцова кость заканчивается да ну не заканчивается в уголок америка коленки да вот отсюда от этой ямки это ямки вверх и будут вот три-четыре точки долголетия мы их прожимаем и заодно вот за этот уголок мы захват делаем и не помню сколько в 3-4 точки вот они на нашем скелете получается бугорок до отсюда не начинается натянули пятку ахиллова садрели пошли вверх за заход тяги в ноги не переговорим сейчас будут ноги красивые длинные раз на два сантиметра увеличиваются ноги но не ноги рост человек на труд у детей такое бывает теперь обоими руками предплечьями раздавливаем всю ногу раздавливаем ее до конца это рука опять упирается в пятку это упирается сюда лично пусть растянули и заодно сделали себе тоже такую разводку плечи расправили где рука осталась там делаем следующее движение под поджимаем под коленку это за щиколотку разворачивать ногу вот так рука лежит мягко костью об кость не касаемся это больно да поэтому ставитесь мягко надольно на положить на голень здесь поднимаем мясо вверху придерживаем да а это и предплечьем растираем сбоку тут большая прямая фасция бедра находится и с внутренней стороны вот за кость тут кость получаете кость обходим но тут мякоть там где мякоть локтем уже прорабатываем снизу вверх снизу вверх и вода туда доходим теперь здесь спускаемся вниз по мясу с этой стороны обратите внимание голен как бы раз развернуты чуть внутрь и получается косточка вот это вот большая мышцы голени да в ней тоже растягиваем фасции либо этими костяшками либо вот этими вот жестко и медленно до конца доходим надо разворачиваются и этот локоть встает сюда движение чтобы запомнили вот такой вот вперед кисть назад ну для этого нам нужно в другую руку перехватить соответственно грудная мышца ой извините грушевидная мышца да она вот таким образом натягивается вот мы растягиваем сторону да этим кулаком мы и продавливаем вперед туда можно повыше подняться а теперь средняя ягодичная мышца с этой стороны она сойдется в обратную сторону когда мы туда мы пропускаем вот так вот туда сюда если надо проработать по подруг посерьезно это прямо вот серьезно продавливаем теперь по бедру ведем опуская голем вверх вниз вверх вниз вверх вниз до вот этой точки где между седальщиной костью и бедром до седальщиной вот в него прямо тоже к пунктура . продавили их положили ногу обратно и мы оказались стоим ровно вот напротив голени до . дон тянь по центру теперь внутреннюю медиальную часть разминаем движение те же самые что мы делали с бедром здесь размяли теперь общее скручивание конечности у нас любит когда идет скручивающие движение целиком их продавили вот так вот нагнетая массу вот сюда к под коленку еще больше еще больше добавить сюда массы на саму складку не даем так только чуть-чуть к ней к ней к ней подгоняем люфу и теперь отошли чуть-чуть к пяточке да надо должен лежать ровно на бедре переднем поставили ногу и теперь вот тоже сама раздавили подходим до конца оторвали мясо костей и проигрывали вперед восьмерки такие запустили и теперь все могут лапа леопарда растерли мощными различными движениями до опаховой зоны подготовили можно считать дальше пойдет инфодренажная часть пальчиками вкиваемся поглубже и хаотично представляли будто бы у нас дерево растет веточки распускается очень глубоко заходим лимфатические сосуды они все ткани пропитывают найти как можно глубже и соответственно видите не делается медленно теперь включаются три трубы 3 лимфатические трубы гудвина дело в том что обычно как лучший лимфатический массаж делать подражая сократительной деятельности мышц лимфы тянут мышцы да то есть делают обычно вот так вот честно говоря такой массаж я не знаю любит для совсем пожелых людей либо для инвалидов с проблемами мы все-таки делаем пожестче вот прямо двумя руками со всей силой сжимаем мышцы вот у нас одна рука обгоняет другую очень плотно теперь вторая лимфатическая труба гудвина это мы вставим руки так чтобы скажет страна было по пять пальцев вот так вот проработаетесь на досуге сжимаем ногу сначала снизу потом верхнюю то есть нижние пальцы наверх нажимается паучок как у ползет это решается выжимка такая плотная не открепляем пальцы и руки от ноги выжимаем все вверх и лимфатическая труба гудвина номер три делаем кольцо которое может менять диаметр да и представляем что мы как будто бы через консервную банку пытаемся про продеться даже может повыше по детку года просуну сначала мандарин потом апельсин потом грейпфрут больше грешут и потом помыл продавили в конце ногу все засунули дальше поднимаем ногу и ведем лимфу вот таким захватом в сторону только захватили никакая но можно скорость пройтись и теперь отжимаем мясо от костей ладонями далее такой метод прищепка называется вот голень с двух сторон мясо не отделяем снизу вверху только по диагонали по диагонали проходим вниз 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 всю голень пальчиками глубоко прошлись между мышцами стараемся пройтись тут мышцы 3 сбоку сбоку видно и вот сейчас на такой модели покажу вот это икроножная мышца вот мы разделяется ведь дальше сухожили пошли вот это комбаловидная мышца она под ними находится а это большая перцовая мышца вот мы между ними стараемся пальчиками раздавить это все пройтись ниже ниже все а дальше мы переходим к свету номер 4 об этом будет следующий видео урок а сейчас повторяем все на живой натуре